Маленькие цветочки Я вышел на территорию Какие-то еще растения Интересно, кто это Большая шишка Я забыл фанаму Но вроде сейчас не так жарко На смысле не так печет И я сегодня, кстати, второй день Выходила на море В море Чуть-чуть выше колена Ну, учитывая, что я плавать-то не умею Не знаю, как вам А мне очень нравится это Сохраненное советское время Замершее В чем-то, может, это плохо Потому что тут есть прачка Но она только меняет По ее постельное Стирает его Все стегло И эти тазики, как я понимаю Это стирки руками А в чем-то это очень Ну, вообще вот Не именно вот эта прачка Вообще Сам вот этот весь вид Отголосок Советского Союза В хорошем смысле слова Мне нравится Вот что тут написано А то я не видела Специально приблизила Вообще, я тут сначала В интернете глянула Карту, да, я из черепша Ну, что-то как-то с этим глухо Я решила немножко сама пройтись Сегодня тут снова косили у нас Я, наверное, завтра сюда Здесь по территории пройдусь Прямо, фактически По траве Практически по всему периметру Постараюсь Хотя бы за Не за раз Хотя бы часть Ну, мне классно тут Я немножко, конечно, была сначала Разочарована Потому что на сайте Было одно На деле другое Но если знать Как все на самом деле То никакого разочарования нет Потому что Понимаешь Что-то тебя ожидает Ну, и как бы Примерно так, как я хотела Плюс еще усталость Дает плохое настроение Когда вы с дороги У меня Пару раз сегодня еще Присаживалась На кровать села потом На кресло Пластиковое И было ощущение Этого поезда Плотный листик Все какие-то цветочки Сегодня на обед Была луча Ну, поняла Ой, не луча Это Муш-лува Мне просто объяснили Что, например Как и луча Но я думала Что это Как груша Тернительно А вот Потом почитать Что вообще На самом деле Это Муш-лува Вкусная Я даже Три зерночка взяла На память Может они Прорастут Потом Где-нибудь Вообще Не знаю Можно Эти зерночки Было есть Или нет Поэтому Это не стало есть Чувствую себя Той японкой Которая изучает Русский язык Живет в Японии И пишет по-русски Вконтакте Я вчера Гуляла С внутренней стороны И видела Что тут Дорожка Вообще Конечно Надо бы Кого-нибудь Из них Спросить Где у них Тут магазины Что знаю Что где-то Должен быть Помимо территории Но на территории Пока Никого Кроме меня Нет Вроде как Завтра Должны Перестали Селиться Основные И Соответственно Наверное Откроют Магазин Что я видела Когда гуляла Там и место Под магазин И место Под кафе Ну Мусор Ну Вы знаете В России Очень много мест Где есть мусор На пляже Мне попалось Две Крышки Стеклянных Пивных Или типа того Бутылок Но Я думаю Это проблема Не местных Жителей А тех Людей Которые Как бы Туристы И Не то Чтобы Большинство Но часть Туристов Любит Букнуть Грубо говоря Что В Сегодня Когда Сидела в кресле наверное, что-то это торговая база ну база обычно, потому что человек оттуда наверх выкал или на базу, чтобы там на ногу закупаться не мой вариант вряд ли там сувениров огромных количествах продают в смысле, сувениров огромных количествах мне не надо, конечно в общем, когда сидела сегодня на балконе в кресле после обеда что-то так было очень спать хотелось пусть мой организм преподнес мне подарок не тот, про который обычно говорят и меня пугали в поезде и перед посадкой в поезд что типа вас ротовирусное замучают знаете, люди, если вы любите экономить ну много людей настолько экономить, что готовы пить воду если она бесплатная из лужи то сначала прокипятите эту воду тогда у вас обойдет стороной короче, мне нужно было немножко посетить подремать, но как-то дремать особо не хотелось поэтому я сидела в кресле и так пыль и ручное море по большей части так вот я сидела кстати, сейчас ехал мужчинка специально завернул спросил видать, хотел или меня подцепить или чтоб я его подцепила или чтобы от него что-то подцепило короче прокатиться или что-то в этом районе но я вертого отказался даже пришлось обратно вернуться ему хрен знает этих мужчинок но он такие понимающие в отличие от русских и некоторых публических иногда бывает только тот потерял мне попавилось два русскоговорящих человека мужчина или женщина не знаю, местные или нет но выглядит так, как, допустим, туристы которые пришли и ищут место бытия или как местные просто люди куда-то идущие магазины есть как я поняла если туда пойти за перекрестком видимо, все-таки там есть какая-то железная дорога потому что я вчера слышала звук этой железной дороги и еще куда-то там подальше ну, как-то мне стремно сейчас одной туда идти может быть, завтра все-таки будут туристы которые тоже жажут сувениров а еще, если вернуться и пойти прямо по дороге там тоже вроде как два магазина еще сказали так, что да, магазины тут есть что-то у нас написано сантехник все, увидели номер красивый, кстати, номер так вот вчера я заходила тут было заперто но сегодня почему-то открыто при желании, если что я могу вернуться и прийти здесь я так поняла еще по отзывам ну, еще читала как бы я видела от силы пять отзывов из них было два негативных и очень таких древних три было нормальных ну, в смысле, один нейтральный и два нормальных что многие тут жалуются что, ой, скучно нечего делать ну, я не знаю, если люди рассчитывают на что-то иное то, как бы должны видеть, понимать куда они едут ничего не ожидают если я рассчитывала сменить деревню с гамаком на чуть больше недели в Абхазии с качелькой то меня все устраивает я даже около часа сидела в воде распирала камушки потом поняла что мои ногти уже хотят отдохнуть от воды и мне как бы было нормально он тут немножко забор отворился ну, всякое бывает мне кажется, будет тут все идеально на 5 с плюсом соответственно наверное, было бы немножко не то в том плане что если бы тут было все покрашено там еще как-то сделано а тут такая доля Советского Союза то, что люди привыкли называть разрухой ну, знаете, я была в Белоруссии там трехзвездочная гостиница не тянула на 3 звезды совершенно у меня стабильно в душе что-то отваливалось и здесь с этим все нормально тут хорошая сантехника и они свои 2 звезды хорошо сказать скажем даже так 2 звезды отлично сочетают правда, я не знаю, почему на сайте где я заказывала изначально было как бы 3 звезды и на разных сайтах тоже где был этот геть похоже на малину не знаю, малина ли надеюсь, очередная машина не хочет меня снять или типа того не повезло человек ехал просто по делам так вот там был коровья лепешка я когда сегодня сидела в кресле я читала отзыв один что вот коровы ходят по пляжу по территории никто их не гоняет я не знаю, мне кажется тот отзыв был заказной совершенно на негатив насчитанный потому что такой бред сивы кобылы зашло 2 черных коровы чуть-чуть так зашли а там при входе здания сидит человек вахтер или как-то так и он тут же выбежал их давай шагать ушагнул ну в смысле что-то такое им сказал они свалили и за ними уже по дороге шли 3 рыжих коровы тогда им машины бибикали потом они куда-то делись все так подумала сходить за телефоном зафоткать в инстаграм выложить но мне так и не было я думаю кто ищет негатив он его найдет даже там где его нет а кто не ищет тот Лёля который был ленивым подрывать задницу чтобы сфоткать корову и скинуть их человеку в контакте куличку ибо я так и не сделала и не сфоткала ну тут коровы напоминают 90-е годы нашей деревне когда иногда коровы из сада убегали ну тут на самом деле приличное расстояние я иду никак не заканчивается это все что там собака какая-то кстати собака тоже забегала ну хрен за эту собаку не люблю я собаку поэтому я пожалуй пока пойду обратно в крайнем случае тут можно теперь я знаю что можно просто погуляться я даже наверное зайду через эти ворота и потом я здесь только второй день всяко успею какие-нибудь сувениры купить склад какой-то он тут эту башню я видела еще вчера когда прогуливалась по территории немного стесняясь зайти дальше в траву пока закрою еще попался мне дядечка к отце рядом с домом которого я гуляла видимо я как-то очень красочно гуляла в общем где четыре раза приглашал зайти в гости потом уже вроде как-то отстал зашел домой очень долго отцеплял свою цепь видимо такой замок и потом уже нацеплял обратно после отказа и снова послал в гости но сначала видимо типа что у него номер снимать сказал что есть пансионата но потом уже просто 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 в гости но мне как-то мне в гости не хочется еще попались местные жители сказали что я так поняла аллею которую я снимала видимо то полу разрушенное здание которое я фоткала на телефон и то что за дорожкой это видимо аллея все таки а может быть аллея имелась в виду это асфальтовая дорожка между пансионатом и тем непонятным огороженным куском земли мне сказали что по этой аллее семейка местная русскоязычная ходит на море с 5 человек семейка местный ребенок какой-то это был бамбук надеюсь я на этой территории тоже найти бамбук на самом деле она оказалась очень большая я до конца не прошла по дороге этот квадрат и то что мне вчера когда гуляла показалось чем-то ну совершенно уже левым чужим не местом на самом деле оказалась именно территория эта самая вот некоторые растения очень похожи на привычные лисьянские они сено там убирают все таки то есть они не как у рашки скосили траву и бросили но типа газон все таки в дело идет это сено сейчас и вот это все есть все и вот в них в все и все Продолжение следует...